добрый всем день утро вечер я не знаю потому что я это написал и сделал эту запись до выборов но не решил ее не выставлять пока выборы не пройдут просто потому что меня все время осуждают говорят если ты за зеленского значит и за путина если ты за порошенко значит и за путина если ты все время горишь ты нейтралитет значит это же за путина потому что или за зеленского топишь или за порошенко топишь я просто решил что я не буду выставлять эту запись потому что опять же хочу подчеркнуть что и я считаю что люди которые не живут в украине которые не воевали которые не граждане украины не имеют морального опять подчеркиваю морального права говорить кто будет но кто должен быть президентом за кого украинцы должны голосовать это дело украинцев и я всегда их спрашиваю ну хорошо вы все время настаиваете чтобы голосовали за зеленского голосовали за порошенко дальше что что вы дальше предлагаете вы предлагаете смириться с тем кого изберет украинский народ или вы предлагаете дальше бороться как вот мы делали в соединенных штатах делаем то дальше не это не мой президент это никогда не вы предлагаете гражданскую войну что вы дальше предлагаете ну хорошо мы обучились я услышал вас вы за порошенко или вы за зеленского я услышал что этот вора этот дезертира этот еще что-то и я все это условно этот марионеткой этот марионетка этот договорился понятно все этот плохой и этот хороший а этот плохой а этот хороший но дальше после выборов какой у вас план сплачиваться вокруг того кого изберут или нет или продолжать вот эту вот патриотическую борьбу никто на этот ответ мне не дает и я бы хотел слышать что что собираетесь вы делать когда вы пропагандируете за одно и за другое будучи не гражданами украины будучи не живущие там поэтому я опять вот написал такую вещь я хотел все-таки и сказать без бумажки я ненавижу говорить по бумажке но тут столько эмоций столько мыслей что все-таки я прочту хотя 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 я не читатель и и я хочу сказать вот я все время не понимаю людей я прошу их не пишите мне не пишите мне за одного или другого не пришли ты что не понимаешь то что не видишь все понимаю все вижу не хуже вас просто я уважаю других если о меня просят не пишешь и не не пропагандируй меня за одного или за другого я перестаю это делать и они все время начинают обижаться на меня но обижайтесь на обиженных в воду Возят, как говорится Если вы думаете, вы меня кому-то склоните К одному или другому То это не пройдет Просто вы подыгрываете Вы склоните меня тогда Если я приму одного сторону или другого Это значит, что я принял сторону Путина И каждый раз присылать мне Какой-то еще один очередной эксперт Мне рассказывает про историю Или еще про что-то Это просто мне напоминает Рассказы про Чорчилля, про Трампа нашего Говорили все то же самое Никто ничего нового не придумал Фантазии никакой Одно и то же Поэтому я хочу вам прочитать Мне пишут люди многие Что Зеленский косил от армии Я думаю, что многие мои знакомые Товарищи это пишут, звонят мне Говорят, он же косил, он же дезертир Они думают, что они меня разозлят этим И я приму сторону Порошенко Нет, этого не будет Потому что я вам сейчас объясню, что такое служба в армии Ну, сначала вот мое мнение Что это значит Во-первых, даже во время Второй мировой войны Даже в советскую армию, когда она проигрывала Знаменитостей там, музыкантов, актеров Их не брали в армию Даже если они шли добровольцами Ну, я говорю, в общем-то Были какие-то, конечно, исключения Их не брали, потому что От них пользы никакой От рядового Зеленского Кроме вреда в армии Ничего не будет Потому что в армии эти люди Привлекают к себе внимание А это невозможно Идет рота, марширует И тут вдруг Райкин, Зеленский Алла Пугачева Все, все внимание на них Они перестают слушать командира Они слушают его А ну-ка спой еще А ну-ка сыграй еще И нарушается дисциплина И, конечно, никакой командир этого не хочет Потому что Он не может управлять ничем Потому что А эти люди Они тщеславные Они используют свою популярность И если им командир что-то скажет Что-то не то Или заставит делать что-то не то Они бунт на корабле могут поднять Поэтому командиры не хотят Этих людей у себя в армии От них толку никакого От них только вред У нас был опыт С Элвис Пресли Нас призвали его в армию Он пришел Так через три месяца По-моему, командир сказал Заберите его Делайте, что хотите Мы не можем управлять Потому что все обращают на него внимание Все все время хотят На него автограф Хотят, чтобы он еще что-то спел О, идет Пресли И это Самое интересное Что он потом не хотел уходить Ему было интересно Там картошку чистить И все такое Потому что это другая жизнь Для него была В общем Никакой пользы Он не принес в армии И после этого Мы перестали Даже Когда хотят Какие-то знаменитости Служить Мы Отказываемся от этого Спасибо Они не приносят Но Они приносят Огромную пользу В тылу Они приносят Огромную пользу Когда они выступают Перед солдатами Перед военными Они поднимают Их боевой дух Они также поднимают Настроение гражданского населения Во время войны Во время трудных мест Вот там От них огромная польза Поэтому Зачем его призывать Для чего Я не понимаю Для меня Это очень Странно Потому что В вооруженных силах Должен быть Один популярный человек Один Который Самый популярный И Самый знаменитый Это командир Все внимание Должно быть на него А все остальные Должны быть Как все остальные Никто не должен Выделяться Это такая вот Диктатура Поэтому знаменитости Там никакой пользы Не приносит Второе Президент должен Мне пишут Президент должен Был служить В вооруженных силах Чтобы быть главнокомандующим Ну чепуха Ну не сегодня Это не в сегодняшнем мире Да и в старом мире Тоже этого не было Что значит Он должен был Служить в армии Что это дает Ну хорошо Ну Служил он В советской армии Два года Так называемым Арабом Без всяких прав В лучшем случае Он был сторожем Наверное Копал канавы Или строил дачу Если ему повезло Какому-нибудь генералу Стоял Сторожем Где-то С ружом И терпел Унижения Дедовщины Голода В принципе Был готов Быть пушечным мясом Больше ничего Там не было Это Глупость Что он должен Служить в армии Потом Какое отношение Имеет человек Который два года Обматывал ноги Тряпками И человек Который Женщина Которая летает На Ф-35 С ядерного Авианосца Вот эта служба Эта служба Поэтому меня всегда Раздражало Когда мне кто-нибудь Звонил И говорил Я тоже Служил в армии Что значит Тоже Ты был рабом Два года А я служил 30 лет В профессиональной Армии Это не то же Это совершенно Две разные вещи И потом Я скажу вам Что Во многих Цивилизованных Странах Министры обороны Вообще Никогда не служили В армии Многие из них Женщины Последние Четыре президента В США Не служили В армии Буш был В национальной Гвардии Но это было Еще хуже Потому что Это была Отмазка От Вьетнама Третье В Украине Теперь Это мои Мои личные Но есть еще Не личные Например Я знаю Что в Украине Есть закон Что руководители Крупных организаций По-моему там 200 человек Или сколько-то Я не помню Они освобождаются От мобилизации Прекрасно знаете Что Зеленский Руководитель Огромного коллектива Который платит Огромные налоги Который Наверное Содержит дивизию Танковую Какой-нибудь С этих налогов Поэтому Какой военком Придурок Ему вообще Посылал Повестки Если их посылал Теперь говорят Ну хорошо Посылал Он не явился Но черт с ним Это на его совести Его все равно Не призвали Но у меня вопрос Другому Какой военком Посылал Три или четыре Повестки И тот не явился И этот военком Ничего не сделал Он обязан был Подать на него В розыск Если он подал На него в розыск Почему его не разыскивали Он прятался Что не включи Радио включи Телевизор включи Там его морда Что же его искать В общем Почему его не разыскали А если его разыскали Почему его не отдали Под суд Как дезертира Значит Вот у меня вопрос К этим людям Не к нему А к этим К профессионалам Которые должны были Все это сделать И не сделали Им зарплату Вы Вы С ваших налогов Платите Почему же они Этого всего не сделали Поэтому Еще у меня Один вопрос Почему это Всплыло сейчас Раньше Он же раньше Был дезертирован Ему же Три или четыре Повестки Никто об этом Не знал Ни в кино Нигде Ни в телевизоре Ни в газетах Не писали А сейчас Почему Потому что Это политически Создано Это политика Это никакого Отношения К патриотизму К тому что Он должен служить В армии Нет Это просто Политика Это такая Грязная политика И люди на нее Ведутся И присылают Поэтому не присылайте Мне эту чепуху Не присылайте Я просто прошу вас Отставить херню Если вы хотите Купите себе кота И крутите ему яйца А не мне У меня просто Нет на это время Хотите Служить в армии Хотите защищать родину Идите служите И защищайте Перестанете Тыкать пальцем На кого-то другого Это не для всех Ну а теперь о главном Если вы думаете Что вы меня Или кого-то другого Все-таки Сагитируете И сделаете Из-за меня Горячего борца Против кого-то Из кандидатов То я вас уверяю Что все Что вы этим добьетесь Это то Что с вашей помощью Еще один придурок Теперь будет Не за Зеленского И не за Порошенко А обеими руками За Путина Я вам понятно Это объясняю Еще раз Я буду За Соединенные Штаты Америки А Штаты будут За того Кого изберет Украинский народ Пока Он не изменит Или своим Западным ценностям Или демократии Или не будет Производить Какие-то криминальные действия У вас в стране Еще есть и парламент Который это контролирует У вас в стране Много кто контролирует Президента И пресса У вас довольно-таки Своба Поэтому Нельзя Все время думать Что он царь Временный Но царь Не царь У вашего президента Не так много Уполномочий Конечно Если будет Процветание Если будет Порядок В стране Если коррупция уйдет То Конечно Никто Украину Не завоюет И никто ее не продаст И никто ее не купит Она Будет сильной страной И Главное Чтобы У людей Была надежда Надежда К тому Что у них будет Достойная жизнь Надежда к тому Что у них будет Достойное жилье Питание От которого они не отравятся Если не заболеют У них будет медицина Лекарства Которые должны сработать В конце концов Старость у них будет Обеспечить Конечно Ни одна страна Даже Соединенные Штаты Там Или Швейцария Не достигли всего этого Мы все время к этому идем Все время за это боремся Но у людей Есть надежда Что будет лучше Будет лучше И вот Если президент Будет создавать Такую надежду И у людей Будет эта надежда То конечно Ваша страна Будет процветать Но если вы ее будете Призывать К вечной борьбе К вечной Вот это вот Нет это не мой президент Мы его должны свергнуть К вечной революции То нет Вы раскольтесь Вы не удержите Экономически Этот удар Очень много От экономики Зависит Поэтому Путин не за то Чтобы Трамп Или Клинтон Стали президентом Он не за Таньяху И не за Ганса Он не за Макрона Или Лапена Меркель Или самого Гитлера Он не за Зеленского И не за Порошенко И даже не за товарища Сталина Во главе Украины Он за то Чтобы сторонники Одного Или другого Объявили Не его Путина А друг друга Главными врагами Он за то Чтобы во всех этих странах Горел Пари Ноттердам Извините Ноттердам де Пари Он за то Чтобы там У вас И у нас Началась гражданская война И хаос Для этого Он даже двигает войсками И устраивает провокации Будь то Грузия Сирия Венесуэла Или Крым Мы сразу же Виним не его О своих политических оппонентов Вот мол Все из-за вас В конце концов Путин хочет обратиться К россиянам И всему миру Указав Мудрым пальцем И сморщив Ботовский лоб Ботовский Ботовский лоб И сказать А что я вам говорил А я вас предупреждал Вы что Того же хотите в России Вот этого бардака Вот этой крови Что у них там Потом конечно он Сжалится и скажет Но мы русские зла не держим Мы придем на помощь Нашим младшим Неразумным братьям И спасем их От самих себя И от этого НАТО Которое Которое все это И разожгло Вот эту ненависть между И раскол между Братскими народами Вот чего Хочет Путин А не одного Или другого Кандидата Ребята Я вам Как своим воинам Скажу Братцы Не дайте Этого сделать Стойте Спина К спине Держите Круговую оборону Как десантники Которых забрасывают Они окружены Все время Не дайте Не дайте Прорвать Эту оборону Потому что Если Сейчас После выборов А я к вам Сейчас Это выставляется Уже после выборов Хотя я записываю Это до Если после выборов Вы будете продолжать Драться между собой Победа будет За Путиным Но я верю Что это Вы не дадите Этому Случиться Я уверен Что украинский народ Выстоит Еще один Очередной удар И будет Продолжать Идти в правильном Направлении Процветании Своей страны Так что Мир Дому Вашему Сейчас Праздники У нас Поэтому Неважно Хрумкайте Вы мацу Или красите Яйца Я вас Поздравляю И желаю Всего-всего Самого Наилучшего Капитан Юра Over and out